А тем временем женская футбольная сборная продолжает выступление в отборочном цикле чемпионата мира 2019. Вторая половина квалификации возобновится только через месяц. Группа у команды Алина Стеценко тяжелая, конкуренты за выход – Италия, Бельгия, Португалия и Румыния. Шансы на проход в финальную часть, честно говоря, минимальны. Но потрепать нервы соперницам молдавские сборницы могут сполна. А пока главные героини следующего сюжета поддерживают игровой тонус товарищескими матчами. Место действия – крытая арена спорткомплекса «Шериф» и все те же героини нашего времени. В главных ролях – сборные Молдавии и Литвы. И это их второе сражение за последние четыре дня. Схватка не на мячах, здесь главное оружие – мяч футбольный. Нужен гол! Нужен, нужен, нужен! Бол, гол, гол! Итак, основные действующие лица в сборной – это воспитанницы Тираспольской школы футбола. Главные персонажи национальной команды параллельно выступают и за профессиональные клубы за рубежом. Если сравнивать, конечно, уровень чемпионата Румынии, уровень, на котором мы играем даже с товарищескими матчами, конечно, уровень здесь посильнее, потому что как бы это национальная сборная Молдовы. Напряжение так называемого товарищеского поединка возрастает с каждой минутой. Их осталось сыграть всего 10, а счет по-прежнему нулевой. И вот она – развязка дуэли. Сигнал к барьеру и на линии огня Тираспольчанка Каролина Цабур. Выстрел с 15 метров точно в цель. Но соперника не поразили, а только ранили. Сборная Литвы смогла найти в себе силы для контратаки. Сначала угловой, затем удар с линии вратарской. В результате футбольный снаряд в сетке. Это тот случай, когда в противостоянии нет победителей и нет проигравших. Вышло так, что счет 1-1. Обидно, что пропустили в конце. Но будем стараться и будем выигрывать. Молдавия все равно немножко по уровню может повыше. А нам обязательно нужны международные игры. И, ну, конечно, нам нужны победы психологически, но не получилось. Сборная Литвы продолжает поиски спарринг-партнеров. А команда Молдавии готовится к официальным поединкам. 6 апреля состоится дуэль с лидером группы сборной Италии. Василий Рашкован, Юрий Прошичев, Спорт-ревю.